Казахстан Мы проводим разные экологические акции. Садки деревьев, уборка города. Сейчас у нас есть хорошие программы образовательные, эко-клубы, эко-бригады. Знаете, два года мы в Алма-Ате развивали. В 2013 мы открыли филиалы в Караганде, в Астане. И теперь начинаем проекты и в других городах. В Астане у нас сейчас запускается очень крупный проект по всему городу. Это будет агитация населения, связанная он с экологической безопасностью. То есть в первую очередь мы хотим рассказать людям об опасности паров ртути. Пара ртути содержится в люминесцентных лампах, энергосберегающих лампочках, в термометрах. И люди по незнанию, к сожалению, выкидывают эти отходы в обычный мусорный контейнер. Хотя этого делать нельзя, потому что пара ртути очень опасна для нас и для природы, конечно же. Поэтому сейчас совместно с Акиматом проводится пилотный проект. Устанавливаются специализированные контейнеры по городу Астане. И мы будем работать с населением, рассказывать, показывать. Наша главная задача, чтобы эта система заработала. Если пилотный проект успешно пройдет в Астане, я в этом уверен, то мы данный проект будем осуществлять в каждом городе нашей республики. Помимо работы с такими довольно специфическими экологическими проблемами, экологические организации проводят и проекты для снижения влияния глобальных проблем. Причем работа ведется как с рядовыми гражданами, так и с организациями. На самом деле у нас очень сейчас интересные проекты. Очень интересный проект, мы работаем с бизнес-сектором, называется «Зеленый офис». То есть мы работаем непосредственно с сотрудниками, вывозим их на посадку деревьев, рассказываем, как беречь бумагу, какой эффект от того, что они будут собирать макулатуру, сдавать переработчикам. Рассказываем про переработчиков. У нас есть отдельные модули. Модули, например, называются «Водные ресурсы», «Управление отходами», «Биоразнообразие». Это очень интересная модульная система. Мы «Зеленый офис» проводим в течение года. Это такой долгосрочный проект с нашими партнерами. Хочется все наши проекты также в других городах развернуть, показать. Потому что они очень-очень полезны, в первую очередь, для нас и для всех жителей. Нужно только просто начать попробовать. Например, мы готовы, у нас есть все нужные инструменты, мы можем приехать, помочь, посадить деревья, показать, как сажать деревья. Вот мы сами вначале не умели, но нам показали технологии, и мы теперь рады проводить такие акции. И таких примеров очень много, не только с деревьями связаны, с тем же мусором. То есть можно просто начать с себя, то можно начать разделять отходы. Если даже поискать в интернете информацию, на любом сайте можно узнать, насколько это несложно, что с этим можно делать. Сами молодые казахстанские экологи пошли дальше обычного понятия «зеленый офис» и создали для своей работы совершенно особенное место, которое может служить примером нового экологического подхода к деятельности человека. Это такое уникальное место, которое называется «Пространство леса». Потому что здесь в свободном доступе мы можем пользоваться переговорами, комнатами, зоной кафетерии, рабочей зоной. Здесь мы проводим наши встречи, организаторские встречи, волонтерские встречи. Здесь у нас идет планирование, такая наша маленькая штаб-квартира. Мы очень благодарны данному месту, потому что «Пространство лес» для нас идет на все уступки, всячески нам помогают. Это пока единственное такое место в Казахстане, насколько я знаю. Вообще мы заботимся о всех людях, которые работают в этом пространстве, или которые просто с нее приходят. Поэтому оно разделено на некоторые зоны. У нас есть буфет, где там можно кушать чего-то здорового. Есть фитнес-зона, где можно позаниматься. Зона куворкинг, где люди работают. Мастерская. И арт-пространство. То есть это такое место, которое позволяет людям находить себя. Еще одним интересным экологическим событием года стал запуск в Казахстане особенного проекта под названием «Ярко-кросс». Это событие, помимо своей зрелищности, призвано показать ценность спорта, человеческого общения и здорового образа жизни. На самом деле мы проводили в мае пробный «Ярко-кросс». Мы хотели просто попробовать, как это пойдет, не пойдет, как народу понравится, потому что менталитет все-таки разный, зарубежный и наш. Формат понравился. Ожидания просто были, наверное, немножко даже заниженными по сравнению с тем, что получилось в конечном итоге, потому что 3000 участников и люди до сих пор, даже после того, как «Ярко-кросс» прошел, даже те, которые не знали, люди, они сейчас нас просят, давайте проведите еще. Поэтому мы в сентябре планируем провести «Ярко-кросс» еще один в Алма-Ате. И, скорее всего, в августе у нас будет «Ярко-кросс» в Астане и в Караганде. Потому что все регионы Казахстана, сейчас нам ребята пишут, давайте проведем, потому что на самом деле это настолько позитивный праздник, в нем никакого негатива нет. Это семейный, объединяющий. Допустим, мы бежали всей семьей от таких до таких. Все, всем понравилось. Цель «Ярко-кросса» – привлечь молодежь, наших горожан, семьями, прийти и поучаствовать в таком веселом, драйвовом мероприятии, в котором очень-очень много радости. И самое главное, люди испытали очень много радости за счет того, что бежали вместе и на протяжении 5 километров их откидывали красками. На самом деле целью было несколько. Одна из целей – это была борьба с гиподинамией. Гиподинамия – это когда люди сидят в офисах, очень мало двигаются, мало занимаются спортом. А здесь через веселье, через радость мы постарались вытащить на такой марафон. Среди экологических событий бывают и культурные. Так в Алматы проходит выставка современного искусства, чьим девизом является «что хорошо для тебя, то хорошо для меня». В ней нет отбора работ, а среди художников много обыкновенных людей, приносящих свои работы, чтобы поделиться тем, как они видят мир. Современное искусство, в принципе, оно так или иначе отражает те проблемы в мире, или в городе, или в стране, которые есть. И здесь есть работы, которые связаны с экологией. То есть там, допустим, есть интерпретация или вариация того, как можно переделать набережную реки Весновка, чтобы сделать её более желанной для прихода людей, и более такой арт, чтобы люди ходили на неё не только гулять и дышать воздухом, но ещё и приобщаться к искусству. Есть ещё там несколько других работ. Просто не буду рассказывать о них, пусть люди придут и посмотрят, потому что до конца осталось совсем немного времени. Экология – обширная сфера для применения своих талантов. Вы можете внести свой вклад, просто сортируя свой мусор по типам, перед тем, как его отнести в контейнер. Или принять участие в посадке деревьев, сборе макулатуры, демеркуриализации вредных отходов, или же пересаживаясь на велосипед с бензинового транспорта. Или даже просто вдохновляя других своим творчеством. Главное – помнить, что ваше экологическое окружение в ваших руках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова